коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня разберем такую тему как торговать гэп и был вопрос в комментариях под одним из видео на фондовом рынке довольно таки часто происходит гэп и как правило гэп вызывают с какими-то новостными факторами то есть выход новостей статистики и так далее в момент когда биржа закрыта и на следующий торговый день мы получаем гэп в ту или иную сторону там случае позитивных каких-то новостных факторов мы получаем гэп наверх если какой-то негатив то не получаем гэп вниз и есть еще один вид в закономерных гэпов если у нас происходит дивидендная отсечка то на следующий день после того как происходит это самая отсечка когда все держатели попадают в ряды получателей дивидендов на следующий день как правило происходит уценка открытия то есть уценкой на размер дивидендов после этого актив может еще какое-то время снижаться может сразу пойти перекрывать гэп то есть дивидендный гэп перекрывается довольно таки часто не путать с негативными новостными факторами если там финансовые показатели у компании снижаются и все такое прочее и у нас гэп один за одним может быть прям несколько дней вниз когда все плохо плохо и вот на перекрытие таких гэпов лучше не заходить там внутри дня с скажем так с ожидаемым направлением на перекрытие можно заходить но так вот чтобы купить и держать и сто процентов г будет закрыть так думать не стоит потому что есть масса тому примеров когда стоимость акций снижается и не возвращается вообще никогда к тем местам где происходили гэп разберем наверное самая простенькая изначально это дивидендный гэп я торговал и расскажу данную ситуацию поподробнее 15 декабря мы открываемся вниз после дивидендного дивидендной отсечки и мы открылись сильно-сильно далеко вниз то есть цена открытия на 6 395 6 396 полу гайло я написал что 64 79 если будет нас поджимать то есть вот такого плана формация под уровень ну либо дальше в продолжении это вполне себе сформированная точка входа то есть это чуть выше границы гэпа и вот туда в продолжение вангов я подбирал снизу после того как инструмент попытался сделать ход вниз полетели первые покупки я следил пристально за этим безобразием то есть вот здесь у нас полетели первые покупки потом нас опять попытались продавить вниз полетели покупки еще больше и здесь вот в коррекционном движении снизу подставляли лимитки я заходил чуть выше лимиток и получилось подержать 3 процента закрыл у нас здесь начали разворачивать вниз то есть было движение наверх и вот такая картиночка на снижение то есть я принял решение что нужно под закрыться потому что может быть сюда пойдем на ретест и зачем отдавать в рынок прибыль ну дальше это дело другой скажем так истории но сама специфика сама суть что мы ждем после того как гэп произошел наблюдаем ждем участников наблюдаем за тем что происходит с ценой из нас сильно вниз не утаскивают начинают выкупать можно пробовать присоединяться входы все с локальными стопами никуда сюда зала и тем более там куда-то далеко прятать не стоит если большая волатильность как было в момент открытия не лезем волатильность падает есть локальники точки входа на продолжение работаем если ситуации нет инструмент возят широко там пилой наверх пилой вниз и вот вообще не формирует никаких локальных хороших красивых точек входа просто не трогаем факторы могут быть совершенно разные то есть дивидендный гэп работаем на закрытие бывает что на домашке инструмент стоит неплохо мне нравится по-прежнему мечу прив и здесь отметил место я тоже тут участвовал здесь у нас уровень с истории и мы тут пытались после ложного пробоя у нас пытались утаскивать вниз закрытие было наверх тоже неплохое под уровень и вот хотел где-то здесь посмотреть ланге и происходит такая ситуация что мы открываемся с небольшим гэпчиком но все равно здесь колоссальная волатильность момент открытия и на торговка далеко то здесь для локальной точки входа intraday сюда вот стоп тащить ну прям совсем далеко не интересно поэтому ждем что будет происходить дальше все то же самое нас пытаются продавать тут же выкупают обратно и дают поджать к лимитке после там небольшого от сколько до от лимитки получаем импульсное движение лимитку разобрали долго моего здесь стояли кусали все то же самое мы определяем подневки направления если происходит гэп в ту сторону куда мы хотим торговать мы ждем пока рынок успокоится возможно там нам дадут какой-то откат и после этого будем заходить в продолжение движения еще фактор про отар уже много сказано но необходимо его учитывать прям обязательно когда происходит гэп и когда гэп происходит в ту же сторону куда мы собираемся торговать то гэп попадает в а то то есть если мы открываемся давайте вот так мы закрыли здесь хотим торговать в лонке открываемся вот здесь то вот это расстояние мы его из отара вычитаем то есть если инструмент ходят в среднем скажем вот такое расстояние то мы от цены закрытия по сути дела там гэпом половину отар уже съели другая ситуация когда мы открываемся вниз и хотим торговать лонг тогда при возврате этом к цене закрытия либо здесь где-то торгуя контр тренд у нас будет по-прежнему для лонга полностью свободная тары можно будет пробовать забирать бывают акции которые ходят не очень хорошо как пример урал вагон там с новостями там от купали от купали и инструмент ходит каждый день поджимаясь к верху встает в планку и каждый день он открывается с гэпом и вообще не дает никаких коррекций с учетом того что диапазон внутри дня ограничен то как бы здесь красиво не было покупать здесь под вечер например там под закрытие рынка в надежде что во первых нам дадут эту позицию да если нет продавца и инструмент в планке и надеяться что инструмент совершит дальнейшие такие вот движения тоже не стоит то есть ждем локальные ситуации в направлении движения куда мы смотрим куда хотим торговать и если нам дают локальные точки входа по направлению дневном которым мы определяем то мы заходим то есть если гэп и случаются и там нам не дают заходить натурами здесь вот по эталону были новости на днях и мы тоже было предположение поторговать вонг 8912 давайте вот так наверно чтобы на дневке было по понятней уровень вот отсюда и 88 92 и здесь только хвосту ложных пробоев опять у нас lp2b и мы не получаем то есть у нас здесь реакции были сильные а здесь реакции нет и нас тут же тащит обратно уровень немножко подзапильный но при удержании можно попробовать полонговать в момент пока рынок был закрыт вышли там новости положительные при этом закреплении можно было тоже поработать то есть вот в данном случае единственной возможной точки входа очень агрессивный пока инструмент валится вот пытаться ловить у ближайших каких-то локальных изломов но это это такой ретест очень агрессивный вход и здесь может протащить в обратную сторону то есть такое лучше исключить опять-таки ждем есть позитивные новостные какие-то факторы ждем локальные точки входа в продолжение и работаем если этого нет то просто не трогаем ищем те инструменты которые ходят поспокойнее ведут себя по адекватней и работаем с ними в этом наверное и кроется секрет нужно просто терпеть и ждать правильные точки входа и не лезть во все подряд уйдет инструментом сделал ли гэп полетели дальше бог с ним там после дивидендов открылись вниз не пошли закрывать повалились дальше вниз тоже бог с ним ничего страшного не произошло есть масса других инструментов которые можно поработать и поискать какие-то точки входа интересные где будет более понятные ситуации то есть вот с белугой тоже на дивидендах провалились этом пытался подбирать пару раз один без убыток и один там немножко профи закрыли но вот у нас гэп до сих пор не прикрыт мы очень сильно ходили вниз возвращались обратно и вот до сих пор гэп остается не прикрытым стоим накопление если здесь будет выход выше 5 800 наверное можно будет попробовать но вот пока стоим не трогаем если там пойдем дальше то вот туда же в сторону перекрытия гэпа можно будет попробовать подержать но и далее там козловым если повезет вот на сегодня пожалуй все торгуйте гэп и это несложно самое главное соблюдайте дисциплину и дожидаетесь когда спадает волатильность рынок успокаивается и формирует хорошие понятные точки входа если мы говорим о перекрытие гэпа то это продолжение да то есть мы упали начинаем подрастать даем локальную точку в лонг пробуем у нас есть перспективная цель который может находиться далеко и intraday вход может растянуться в среднесрочную сделку с повышенным объемом наверное все пока пока удачи